Ну и что, ну теперь у нас пошла тяжелая артиллерия, как говорится, и уже Анна показала ей фотографии наших руководителей, и пару слов они сказали, мне остается только добавить, что сейчас слово я предоставлю на нашем телемастерии Сергею Сибирякову, Сибирякову Сергею Анатольевичу, почему я сейчас его назвал Сочством, потому что для меня, например, ребят, вот есть Skyway, есть Ленинский Анатолий Анатольевич, да, а есть Skyway Invest Group, есть наш фонд, и мы являемся партнерами. Теперь для меня в нашем фонде по телемастерски является Сибиряков Сергей Анатольевич, эксперт по глобальному развитию, по макроэтроническому прогнозированному, консультант нашей компании по глобальному развитию, вообще проект на Skyway. Сергей, с удовольствием предоставляю тебе слово. Игорь, слышно? Нормально все, да, со звуком? Отлично слышно, Сергей, да, отлично слышно. Ну, приветствуют вас, друзья. Вот, конечно, те цифры, которые Игорь озвучил вначале по нашему третьему телемастеру, конечно, они впечатляют, друзья. Это 21 страна, практически все континенты, которые он назвал, 300 городов. Вот это говорит о том, что будущее, друзья, это то, что интересует всех. И то, что мы сегодня с вами делаем, это как раз в рамках развития новой концептуальной экономической системы, это новая эволюция мира, это новый технологический уклад. Соответственно, мы сейчас позиционируемся как компания, как команда, которая именно продвигает, сначала визуализирует, потом рассказывает, потому что мы обучающий проект. Потом мы организуем при нашем непосредственном участии, это инвестпроводящая система, это краудинвестинг, то есть большим количеством. И сегодня мы уже вплотную подошли к 60 тысячам именно участников нашего проекта, нашего обучающего программа. Естественно, это является источником инвестиций, и мы через покупку акций головной компании группы Skyway, мы инвестируем в развитие технологии, которая должна сегодня существенным образом изменить весь подход. То есть перед этим, конечно, очень очаровательно, я бы сказал, что как, так, а что с экраном, Дим, повесь эту самую картинку там, мы говорили, а тут у меня экран там на фоне серого экрана, это самое просто стоит. Так вот, друзья, на чем я хотел бы сегодня остановиться и на каком этапе мы сегодня подошли. Что проект активно развивается, количество участников, мы видим это по регистрациям каждый день людей, которые приходят в наш фонд Skyway Invest Group, создан еще ряд подобных фондов, которые работают именно по продаже акций компании Skyway, то есть Skyway Capital и сейчас еще Миша Акопян создал еще один фонд. То есть все они работают на то, чтобы привлекать инвесторов и инвестировать в корневую технологию, соответственно, мы это так и позиционируем и понимаем, что Skyway Invest Group для нашей команды это фонд прямых инвестиций, который финансирует развитие технологии различных направлений и основное сегодня это, конечно, строительство полигона и то, что будет демонстрировать и защищать технологию. Эта работа идет активно, у нас вчера была встреча с генеральным конструктором, генеральным директором Томбиевичем Емитским, именно с директорским составом, он очень подробно, эта запись будет обязательно и он очень подробно и серьезно рассказал о том, как работает КБ, как оформляется земля, как сегодня готовится уже строительство, как идет подготовка к производственным мощностям и выпуску отдельных элементов и выпуску подвижного состава. Все это идет, друзья, полным ходом, здесь сомневаться в этом абсолютно не, ну я думаю, что сомневающиеся всегда будут, но это, друзья, абсолютно как бы там не, скажем так, ничем не подкоплено, потому что работа действительно проделана огромная и наши директора регулярно бывают в Минске в конструкторском бюро, это впечатляет, когда четырехэтажное здание полностью занято уже конструкторским бюро и люди, которые работают каждый день, каждую минуту, каждую секунду, выдают результаты, это, естественно, друзья, нас всех приближает к запуску проекта, а запуск это демонстрация и уже непосредственно реализация адресных проектов. Поэтому здесь, друзья, при, скажем так, непосредственном участии нашего Skyway Invest Group фонда, вот именно который собирает инвестиции, инвестирует, эта работа ведется и сейчас нашими общими усилиями, вот, и самой головной компанией Skyway, System Rail Skyway, то есть она тоже ведет свою партнерскую программу, и фонда, как я уже говорил, Skyway Capital, и Миша Копянов фонда, то есть это все как раз именно направлено на то, чтобы эта работа активнейшим образом продвигалась и развивалась. На чем бы я хотел остановиться именно сегодня, в чем специфика того, что мы делаем. Мы напрямую приближаемся сегодня уже к запуску адресных проектов, то есть когда эта технология будет востребована, и как раз Анатолий даже вчера показывал, что идут уже непосредственные прямые переговоры с Арабскими Эмиратами, с департаментом транспорта Абудаби, вот, на то, чтобы уже применять технологию там и в альтернативу метро, и ухода от тех пробок, от тех проблем, которые они сегодня есть. То есть технология второго уровня, она востребована сегодня абсолютно. И без этого дальше двигаться, то есть те проблемы, которые мы сегодня накопили, именно как цивилизация, как экономика, не только российская, не только евразийская, вся мировая, она не может решаться только с теми традиционными методами, которые есть. Здесь, друзья, я немножко пробегусь по той теме, которую мы всегда останавливаем, но без этого понимания невозможно представлять, что и как двигать, и почему мы сегодня, описывая будущее, всегда обязательно должны оглядываться назад. То есть это историческая несколько такая экскурс по поводу технологических укладов, собственно, почему мы говорим, что подошло время смены уклада, и это смена уклада вводит такое понятие, как окно возможностей. Тоже перед этим приводились примеры, каким образом происходит капитализация инвестиций, которые были сделаны в 80-х, в начале 90-х годах, и так сегодня это выросло, рекорд пока у Apple более чем 3600 раз роста акций. Соответственно, это все возникновение в пятом технологическом укладе, все, что связано с интернетом, IT-технологией, это как раз пятый уклад. А до этого я буквально в трех словах расскажу, почему идет общее представление и почему нельзя рассматривать сегодняшнюю ситуацию просто как оторванную от общей ситуации в мире, от общей ситуации исторического процесса. И то, что мы говорим, то, что сегодня подошло, это неизбежный процесс, он обязательно предрешен, и сегодня у нас, именно как у людей, которые подключились в программе, у страны, которая обладает такими территориями, есть уникальный шанс. А начать я хотел бы вообще с такого понятия, как технологический уклад, его ввел в свое время еще академик Микименко, это в советские времена, до этого Николай Кондратьев еще в 29-м году, в начале 20-го века расписал теорию так называемых длинных циклов, то есть экономических, технологических циклов, которые сменяют один за другим, и он ввел понятие, что не может экономика развиваться либо синусоидно, либо еще каким-то принципом, потому что каждый период не похож один на другой. И это, друзья, очевидно всем, потому что нельзя сегодняшнее время сравнивать с 30 лет назад, когда не было интернета, нельзя сравнивать 100 лет назад, когда не было двигателя внутреннего сгорания, или он только-только заходил, до этого нельзя сравнивать, когда не было электричества, то есть каждое технологическое решение, каждый технологический уклад, это абсолютно новая эпоха, это абсолютно новое направление, и оно несет свои законы. И принято считать, что история технологических укладов, или, скажем, исторически технологическая цивилизация, как мы ее сегодня понимаем, она началась где-то с 1787 года, это считается запуск первых пикарских фабрик в Англии, то есть первое появление промышленного производства. И кто из истории помнит, что там были и бунты крестьян, которые выступали против, соответственно, против запуска этих фабрик, потому что промышленное производство резко снизило себестоимость, соответственно, произошел смена уклада в Англии, там произошла революция, которая привела к тому, что уклад жизни в Англии очень резко изменился, и вслед за технологическим укладом произошел и политические, и социальные изменения. Это естественные процессы, это как раз по анализу и академика Кондратьева, потом академика Якименко, а сегодня это продвигает и является автором этой теории, это Сергей Юрьевич Глазев, академик российской академии наук и международной академии, он как раз развил эту теорию, наложил ее на сегодняшнюю действительность. И как раз он показывает, что у любой технологии есть циклы, то есть это эмбрионный цикл, когда она зарождается и подходит к своему развитию, так называемое внутреннее развитие, и как раз тоже сегодня приводилось, что инженер Юнистский занимался технологией 36 лет, это как раз то развитие, когда идет внутри и когда не видно, что происходит наружу. Вот некоторое время, потом она выходит, она начинает пробиваться, эта технология, потом начинается взрывной ее рост, это так называемый расцвет. Потом у каждой технологии есть обязательно закат, потому что нет технологий, которые сегодня не сменяемы. И мы видим уже на нашем с вами веку появились информационные технологии, помните твиттеры, эти самые биперы, как они назывались, пейджеры, все, сегодня они отошли в прошлое, сегодня уже мобильная связь, сегодня уже мобильная связь начинает уступать связи IT-технологий, Wi-Fi, и буквально в ближайшие 3-5 лет останется только одна Wi-Fi-связь, то есть это связь, которая идет через спутники, через интернет, и когда будет завершена система, а это сегодня объявил бы Microsoft и Google о том, что они в ближайшие 5-6 лет повесят 300 спутников на низкой геостационарной орбите, то фактически 80% сегодня Земли будет покрыта бесплатным Wi-Fi, и соответственно это будет новая эра уже информационных технологий. Ну давайте вернемся ко второму укладу, второй уклад это считается появлением паровой машины, то есть когда появилось именно в сегодняшнем понимании фабрики, заводы, крупное производство, соответственно это повлекло за собой создание угольной промышленности, потому что паровая машина за собой обязательно потребовала большое количество железа и металла, соответственно стали строиться железные дороги, это развитие дикого запада в Соединенных Штатах, стали строиться пароходы, вот это развитие мореплавания на абсолютно новых уровнях, и поэтому никто не будет отрицать, что соответственно с этим изменением стали входить изменения в финансовом мире, потому что для того, чтобы строиться такие большие крупные фабрики, заводы в сегодняшнем понимании, где работают десятки тысяч человек, это огромная концентрация капитала, огромная концентрация людских ресурсов, соответственно это все требует изменения подхода. Дальше за этим пришел третий экономический уклад, это появление электричества, тоже никто не будет отрицать и здравого смысла, что с появлением электричества резко изменилась вся производственная инфраструктура, вся производственная отношение, соответственно еще больше капитал, и соответственно мир стал приобретать те очертания, к которому мы сейчас привыкли. Четвертый технологический уклад, принято считать, что это конец 19-го, начало 20-го века, это появление двигателя внутреннего сгорания, соответственно появление стратегического сырья, такого как нефть, соответственно вместе с нефтью выходят Соединенные Штаты Америки, которые вводят единую валюту, которая до сих пор является доминирующей, это доллар, и вот весь 20-й век, начало 21-го века, соответственно шло под развитием четвертого технологического уклада, и соответственно там все социальные потрясения, которые происходили, включая две мировые войны, они были связаны с переделом ресурсов, с переделом территорий, и соответственно с применением тех машин и механизмов, которые привел за собой четвертый технологический уклад. После этого пятый технологический уклад считается, что это конец 69-го года, начало 70-го года прошлого столетия, это запуск интернета, и соответственно уже с начала 90-х годов, это уже мы с вами являемся историческими участниками этого процесса, запустился пятый технологический уклад, это все, что связано с передачей, хранением, использованием информации, это интернет, это как агрегированное понятие, соответственно пьезоэффект, который дает соответственно кристалл кремний, это позволило создать абсолютно новую отрасль, микроэлектронику, а создание новой сферы программирования позволило увязать все это в единую информационную среду, которую мы сегодня называем интернет, и сегодня мы уже понимаем, что находясь в пятом укладе, мы не представляем, как можно было жить без мобильной связи, без интернета, без ксерокса, без скайпа и так далее, и так далее, и как раз те примеры, которые приводилось сегодня в начале нашей встречи, о том, что как раз это возник самый крупный рынок, потому что это более 15% мирового рынка ВВП, соответственно это IT-технологии, и они как раз показали вот эту капитализацию, они показали вот это вот технологическое развитие и создание новых отраслей, то есть мы теперь знаем еще и героев этого времени, это и Марк Цукенберг сегодня, герой поколения, это и Билл Гейнс, это и Джобс, который вывел новый продукт и привел интернет в каждую ладонь, которую можно вызывать одним пальцем, соответственно, это, друзья, все уже прошло на наших глазах, и мы четко понимаем, что это технологическая революция, особенно она понятна для людей чуть старшего поколения, тем, кому на начало 90-х было 20-25 лет, кто имеет техническое образование, и мы все видели, как эта технологическая революция произошла. Сегодня, если следовать этой логике, этой теории экстраполяции, то есть то, что сегодня вводит Сергей Ильич Глазев, что подошла эра шестого технологического уклада, и это как раз сегодня прерогатива аналитиков, прерогатива экономистов, тех, кто занимается прогнозом, потому что знать то, что будет, какие технологии будут развиваться, это значит наверняка инвестировать туда, куда надо, наверняка, соответственно, участвовать в процессе и быть на острие вот этого развития. И вот как раз наша технологическая и экономическая школа, родоначальником этой школы является Антон Даш Юницкий, то есть он 36 лет разработал технологическую концепцию с использованием предварительно напряженного металла, струны, соответственно, речь со струнно-балочной системой. Соответственно, дальше эта концепция стала развиваться уже в сеть адресных проектов, родилось такое понятие, как Транснет, то есть транспортная сеть, это сеть будет следующего поколения, которая идет за интернетом. И, соответственно, эта экономическая и технологическая школа претендует на то, что ядром шестого технологического уклада, это из терминологии Сергея Юрьевича Глазева, является именно Транснет, именно струнные технологии, именно транспорт старого уровня, который будет строить новую. И как раз эмбрионный период этой технологии закончился, и мы с вами стоим сейчас на этапе, когда произойдет ее уже коммерческое внедрение, коммерческий старт и произойдет капитализация. Если говорить экономическим языком, то из анализа, который мы сегодня делаем, то есть тот, что сегодня лежит в основе нашего макроэкономического прогноза, основанный именно на технологиях Транснет и Скайвей, это экономический рост мировой экономики за ближайшие 10 лет примерно в два раза. Хотя, если вы посмотрите аналитику сегодняшнюю, таких крупных центров, как Прайс Ваттерхаус, как центр Маккенси, они ожидают, не говоря уже про наших доморощенных экономистов, такие как Миша Делягин, Миша Хайзин, они все предрекают сегодня крах мировой экономической системы и спад на ближайшие 3-5-10 лет. Это связано с тем, что система достигла определенного роста предела, и сегодня ей нужны очень серьезные внутренние изменения для того, чтобы решить те противоречия. Противоречия в мире, конечно, сегодня есть, это глупо отрицать, но по нашему подходу именно технологический рост, именно технологический рывок, именно введение нового ВВП сегодня позволит решить эти проблемы. И если произойдет двойной рост ВВП, соответственно, основную долю в нем, то есть до 50%, это займет все, что связано с рынком услуг, именно транспортных услуг, именно перевозок, и это как раз тот рынок транснета, который сегодня появляется, и именно тот, на котором мы сегодня с вами работаем, и куда мы вас сегодня зовем приходить именно как участниками проекта, как сначала, кто получает информацию, изучает, а потом уже и партнерами, а потом уже и акционерами. И, соответственно, абсолютно наше четкое утверждение, и я думаю, что с технологической, с экономической точки зрения, здесь есть, конечно, уже научный спор, потому что все, что относится к прогнозу, это всегда экспертные точки зрения. Но Сергей Юрьевич Гвазев ввозит такое понятие, что ядром технологического клана будут иметь нанотехнологии, биотехнологии и на более высокий уровень выведенные информационные технологии. Мы нисколько не отрицаем от развития нано- и биотехнологий, но то, что ядром, стержнем и основным будет технология транспорта второго уровня и построения сети нового поколения, это однозначно. И нанотехнологии обязательно будут участвовать, но именно как покрытие подвижного состава, как новые виды стали, которые будут давать новые прочностные характеристики, опор путевой структуры, новая электроника и новые информационные технологии. Это все, что сегодня будет связано с управлением этой сети, когда в ней будут находиться сотни миллионов, миллиарды подвижного состава индивидуальных, и, соответственно, все они будут увязаны в единую сеть. Так вот, друзья, то, что мы сегодня делаем и то, что мы хотим до вас донести, что старт этого технологического уклада начался, мы сегодня с вами как команда, мы в этом участвуем, и мы задаем направление этого развития. И дальше, по мере этой работы, у нас появилось несколько основных направлений, которые мы сегодня, как инвестиционная группа, мы сконцентрировались и понимаем приоритеты, которые сегодня есть. Естественно, что Skyway, как основа, как центр технологии, естественно, остается, это как основа вычислительной техники, микроэлектроники. Вот там будут, скорее всего, несколько производителей, потому что, как показала вся практика, что не может сегодня капитализироваться, особенно такие рынки, которые исчисляются десятками триллионов долларов в одних руках, либо в одной команде. Соответственно, каким-то образом это будет распределяться, эта история вся покажет, даже история Джобса и айфона, который стал родоначальником и запустил систему индивидуального интернета. И то, как вы сегодня видите, что на примере Китая приведу пример, что сегодня айфонов продано в Китае, это очень интересная цифра, на 10% больше, чем в Америке, это 17 миллионов штук. И при этом айфон находится на пятом месте по продаже всего смартфонов в Китае. Представляете, сколько их там продается и делается сегодня каждый день. Соответственно, Samsung, мой любимый, который я пользуюсь, он находится только на третьем месте. А две первые позиции занимаются чисто китайской компанией, которая сегодня просто творит чудеса на рынке производства и рынке интернета. Так вот, направление, которое мы сегодня выбрали, и вот мы в начале этого года озвучили с Андреем Павратом новое направление, это сегодня то, что теорию, которую я вам сейчас показал, который лежит в основе и который подводит четкое обоснование, почему Transnet сегодня подходит, и следом за интернетом идет следующий технологический уклад, мы называем интернет наш младший брат технологический, так вот, шестой уклад, это идет Transnet. И второй вопрос, который сегодня обязательно происходит, он сегодня ставит, это более справедливое распределение ресурсов, которое должно сложиться в шестом технологическом укладе, то есть в сегодняшнем мире, который подошел. И здесь как раз мы сосредоточились и мы сделали такое понятие, ввели такое понятие, Андрей Ковратов об этом говорил еще несколько лет назад, это новая экономическая эволюция мира, то есть это вопрос, связанный с более справедливым организацией сегодняшнего устройства и сегодняшнего мира, потому что сегодня никто со мной не будет отрицать, это глупо сегодня спорить с тем, что сегодняшнее распределение ресурсов и сегодняшнее распределение активов крайне не расправедливое в мире. Сегодня несколько семей в Америке контролируют практически все ресурсы, не только в Америке, а во всем мире. Сегодня несколько семей в России, это порядка 10-20 кланов, которые сегодня контролируют все ресурсы страны, которые создавались Советским Союзом, которые создавались десятилетиями, сегодня находятся в руках у частных олигархов, которых мы все знаем, ничего против них не имеем, Но сказать, что это правильная и справедливая система, это так сказать нельзя. Поэтому вообще сама система акционерного капитала подразумевает максимальное его укропнение и максимальное давление на внешнюю среду. Я такой приводил пример постоянно, что в Британии, когда распалась британская перья в 1949 году и создавалась British Petroleum, это компания, основные месторождения на тот момент были в Брунеи. Соответственно, они законодательно приняли решение о том, чтобы ограничить пакет акций British Petroleum в одни руки более чем 1,2%. Сделано это было именно для того, чтобы не создавать управление в одних руках. И я могу сказать, за всю историю существования British Petroleum ни разу этот закон нарушен не был, потому что иначе бы эти акции сразу изымались. Так вот, что, друзья, мы сейчас видим и что бы я хотел обозначить именно в развитии того, что мы дальше видим. Мы стали очень серьезно изучать и смотреть опыт и России, и мирового экономического сообщества, связанных с потребкооперацией с потребительским обществом. И мы пришли к выводу, что сегодня развивать и осваивать новые месторождения, осваивать новые территории, вообще запускать новый технологический уклад надо именно на движении потребительской кооперации. Когда такое понятие идет, как не акционерное общество, цель которого получение прибыли, а есть потребительское общество потребкооперации, цель которых удовлетворение потребностей членов этого потребительского общества именно как экономической составляющей. Поэтому мы зарегистрировали, мы создали такую форму, как потребительское общество Евразия. Одно из первых его целей и задачи, это исходя из технологии скоростного передвижения, то есть транспорта второго уровня, это создание линейных городов. Эта логика послеживается уже 150 лет. Я был свидетелем и участвовал, когда Организация Объединенных Наций через Центр Хабитат Анатолию Доваревичу Юницкому заказывала именно логику развития линейных городов с точки зрения применения струнных технологий Юницкого для построения. И есть огромная работа, выполненная, которая показывает о том, что когда появится с появлением технологий высоких скоростей, дешевого строительства и дешевого перемещения, соответственно, логика линейных городов станет ключевой. И мы дальше, развивая это направление, особенно еще вы все, наверное, в курсе этой системы, что эту идею поддержал и выдвинул президент России Владимир Владимирович Путин, когда предложил использовать сегодня неосвоенные земли Сибири и Дальнего Востока как ресурс для развития новых территорий. И как раз мы заявились, и в нашем потребительском обществе сегодня уже порядка 20 тысяч заявок на гектар земли. И, соответственно, логика здесь одна. Мы выходим с предложением взять в управление потребительскому обществу ту землю, которая сегодня не осваивается, на которой нет инфраструктуры, нет месторождений и, соответственно, которая на ближайшие 50-100 лет не может быть освоена. А это, чтобы было понятно, почти 90% сегодняшней территории всей России, потому что у нас 119 миллионов квадратных километров земли, при этом сегодня в активной эксплуатации не более 1,5%. Соответственно, той земли, которая сегодня может быть использована как инвестиционный ресурс, сегодня предостаточно. Естественно, что мы это понимаем, что накладывать это можно только на технологию транспорта, только на технологию скоростного дешевого строительства и перемещения. И поэтому мы увязали несколько задач, которые необходимо сегодня решать и которые мы перед собой ставим как следующие шаги развития. То есть это сегодня организация и финансирование системы создания технологии, которая позволит быстро, дешево перемещаться и, соответственно, осваивать территорию. И второй момент – это строительство вот такой логики нового расселения, это линейные города на тех землях, которые сегодня государство может выдавать как инвестиционный ресурс. Естественно, это нельзя не привязывать, потому что много задают вопросов, за счет чего будут эти жить города, за счет чего они будут развиваться. Естественно, это нельзя не привязывать к логике продажи ресурсов, которые сегодня экономика не может востребовать. Это сибирский космический холод и сибирская вода. Это целая серия озер, начиная от Телецкого озера в Алтайском крае, озера в Тыве, Байкал – знаменитое озеро, это Таймыр – огромнейшее озеро. То есть сегодня у нас есть сотни. Это сеть озер, которые могут сегодня дать огромное количество ресурсов, которые сегодня востребованы мировой экономикой, востребованы сегодня Китай, Индия, Малайзия. Они недополучают сегодня питьевую воду, потому что у них нет этого ресурса. И второе, у нас есть уникальное условие именно в стране, что вода – это единственный известный в природе конденсатор холода. И, соответственно, мы можем огромное количество энергии сегодня получать именно как космический холод. Для примера я всегда привожу пример, что теплоемкость тонны льда при минус 20 градусах 8 раз больше, чем теплоемкость тонны железа. То есть, когда тонна льда растает, она выделит энергии, одной восьмой которой достаточно, чтобы расплавить тонну железа. Это, чтобы вы понимали, какой колоссальный это ресурс. И как раз сегодня это то ядро шестого технологического уклада, или как мы называем взрывного роста евразийского пространства, которое сегодня может обеспечить именно новую технологию, новый технологический уклад. И мы как команда как раз в этом направлении работаем. И еще не могу сказать об одном направлении, то есть, чтобы четко вы понимали, что задачи, которые мы ставим, они комплексные, они увязанные. И первое – это, естественно, более справедливое построение того общества и экономики, которая будет в 10 раз мощнее, чем сегодняшняя экономика, чтобы опять те ресурсы, которые будут создаваться, опять не перешли в распределение, опять очень ограниченной кучки людей, которые опять будут распоряжаться по своему усмотрению. Вот для этого мы считаем, что и развивать освоение территории, и развивать такие месторождения необходимо через потребительское общество. Мы сейчас делаем для этого, создали и запускаем потребительское общество Евразия. Это будет, наверное, еще ряд таких направлений. Но потребка операции на сегодняшний момент, на наш взгляд, это крайне важная и крайне востребованная вещь, которую мы сегодня должны запускать и делать. Это одна из целей и задачей, которую мы сегодня ставим, запускаем. И как раз капитализация и экономическая выгода от того, что вы сегодня приходите участникам в проект, это помимо западной защиты, то есть по западному законодательству, когда вы защищаете через акции, это естественный процесс, его ни в коем случае игнорировать нельзя. Но вторую систему защиты, которую мы сегодня выстраиваем именно на российском, евразийском пространстве, это боевой вклад в потребительское общество, которое точно так же будет защищать ваши инвестиции и ваш семейный капитал от того, чтобы на него мог кто-то посягать, кто-то что с ним мог сделать. Я могу сказать, что защита, именно юридическая защита, Андрей еще об этом обязательно скажет, и Александр Минко у нас на эту тему часто выступает и очень профессионально говорит, но он сегодня проводит у нас большую встречу в Жуковском и из-за плохого интернета не сможет участвовать. И как раз они очень четко показывают, что вся юридическая база и защита, которую дает потребительское общество, именно нам всем, как участникам проекта, как инвесторам, акционерам, она намного выше, чем законодательство об акционерах и в России, и за рубежом. А с учетом того очень непростой геополитической ситуации и очень непростой конфликтной ситуации, которая сегодня сложена в российском пространстве с внешним миром, мы считаем, что основное наше направление, приоритет, это работа в России и на евразийском пространстве, и, соответственно, его развитие. И второй момент, это развитие потребительского общества Евразия, цель которой это именно удовлетворение тех потребностей пайщиков, которые сегодня вошли в этот вопрос. Соответственно, еще один вопрос очень важный, который мы сегодня решаем, что ту землю, которую мы сейчас оформляем через губернаторов, именно те, кто распоряжаются землей на своей территории, это, я уже говорил, республика Тыва, это Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Бурятия, Иркутский край, Хабаровский край, Чукотский автономный округ. Соответственно, все эти сегодня, с кем мы ведем переговоры, они сразу, единственное условие, которое ставится, это передача земли потребительское общество для ее развития, и, соответственно, распределение между пайщиками по тому вкладу, который он делает. И здесь нам очень задают вопросы, очень много, я сразу на него отвечаю, особенно для тех 21 сегодня участников, которые находятся в разных странах, очень задавали много вопросов. По закону Российской Федерации невозможно, чтобы иностранцы участвовали в проекте «Один вектор земли». Так вот, друзья, мы проработали юридически, и мы можем сказать сегодня, что через потребительское общество, если вы являетесь пайщиком нашего общества и являетесь его участником, а это законодательством не запрещено, для этого вам надо поддерживать устав и платить членские взносы. Соответственно, вы можете стать и вы можете получить как наполнение своего паевого взноса ту землю, которой распоряжается потребительское общество. Поэтому мы сейчас, хотя наши некоторые законодатели, как я их называю, горе-законодатели, потому что президент выступил с инициативой использовать землю, неосвоимую, как ресурс, а сейчас готовится ряд законов уже в развитии этой инициативы. Так вот, от справедливой или так называемой справедливой России внесли законодатель, внесли законопроект о том, что ограничить 30 лет проживания на территории, имеющие заслуги перед отечеством и так далее, и так далее. Другими словами, ветеранам труда выдать эту землю на то, чтобы они на пенсии знали, что у них есть гектар земли где-нибудь под Благовещенском или в республике Тыва. Понимаете, насколько можно извратить любую здравую, очень четкую идею до того, что она становится просто абсурдной. Потому что зачем сегодня ветерану труда, который 30 лет отработал, сегодня гектар земли на Дальнем Востоке, чтобы он поехал там и лес рубил или тюлени выращивал. То есть это абсолютный бред. Так вот, друзья, ту задачу, которую мы сегодня ставим как инвестиционная группа, это превратить эту землю в ресурс. И она как раз должна стать вашим семейным активом. Тоже много задают вопросов, обязательно ли туда переезжать, обязательно ли его использовать. Нет, друзья, эта земля и этот проект будет использоваться именно как инвестиционный ресурс. И когда там будет построен линейный город, тогда вы можете для себя принять решение либо переехать туда жить, если вам это нравится, либо использовать ее как экономический механизм, мены, продажи и так далее. Но, друзья, это все можно будет сделать только тогда, когда этот проект заработает. И, как я уже сказал, основные направления, которые мы для себя сейчас определили, это развитие транспортных технологий, это инвестирование через фонд прямых инвестиций в Skyway Invest Group, соответственно, в технологию Skyway и покупка акций головной компании, как обеспечение тех обязательств, которые мы берем перед своими акционерами. Второе, это создание и разработка идеологии линейного города, привязки его к продажу сибирского холода и сибирской воды. Соответственно, мы выступаем инициаторами, и дальше это направление пойдет только в единственное сегодня возможное направление, это ГЧП, государственно-частное партнерство, где именно как частный механизм взаимодействия будет выступать потребительское общество, а со стороны государства мы сейчас ведем переговоры с губернаторами, в дальнейшем, конечно, это будет более высокий уровень властей. Поэтому только государственно-частное партнерство, мы видим реализацию такого проекта, как, соответственно, сегодня уже ведутся переговоры с конкретными потребителями для того, чтобы продвигать этот проект. И еще одно очень серьезное направление, без которого нельзя вообще говорить о развитии шестого технологического уклада и проекта SkyWay и Transnet. Это освоение северных редкоземельных месторождений, которые дадут абсолютно новое качество металла, абсолютно новое качество путевой структуры, абсолютно новое качество корпусов для подвижного состава. Это все редкоземельные металлы, монопольным обладателем, который является Россией, но их невозможно осваивать, потому что нет технологий сегодня, которые могут прийти в северные территории и освоить эти месторождения. Соответственно, это тоже для нас сегодня приоритет. Мы тоже готовим запуск такого очень серьезного проекта. Естественно, что он может идти только в увязке с государственными структурами, он может идти только по государственно-частному партнерству. И мы как раз, друзья, создаем механизм для этого государственно-частного партнерства и как раз предлагаем потребительскому обществу Евразии выступить именно как серьезной стороной для того, чтобы... Да, Игорь, я очень хорошо понимаю, у меня осталось 5 секунд. Поэтому, друзья, я очень рад, что вы подсоединились к нашей программе, что вы получаете информацию о том, что мы с вами как делаем. Нас сегодня в общей сложности уже приближается к 100 тысячам человек, это если взять акционеров нашего фонда, непосредственно Rail Skyway, непосредственно фондов, которые тоже сегодня работают. То есть это довольно-таки большая сила, которая сегодня участвует. Поэтому, друзья, будем дальше двигаться, будем развиваться. И, соответственно, за нашим основным лозунгом, который прошел весь этот год, это «Строй Skyway, спасай Россию». Сегодня мы четко ставим перед собой цель, что, друзья, мы объединяем мир. И наша команда как раз сегодня говорит о том, что Транснет – это та система, которая в ближайшее время выступит именно за объединение мира. Поэтому мы для себя взяли такой лозунг, такой-то, что мы объединяем мир, это и есть Транснет-групп, которую мы сегодня дальше будем развивать, и дальше как именно инвестиционную группу, инвестиционную команду, дальше позиционировать для продвижения целого ряда проектов, которые станут ядром и основой шестого технологического уклада и экономических изменений, которые нас все ждут. Все, Игорь, я закончил. Большое спасибо. Если дальше будут вопросы, я готов на них отвечать.